ЗТК-15 или ТИП-15, прозванный Черной Пантерой, это легкий танк третьего поколения, состоящий на вооружении сухопутных войск, морской пехоты и воздушно-десантного корпуса ВВС Народно-освободительной армии Китая. Современная военная реальность такова, что на поле боя доминируют эффективные противотанковые средства и беспилотники. Так разумно ли брать на вооружение легкую боевую машину с меньшей защитой? Имеет ли относительно легкобронированный и вооруженный танк боевую ценность на современном театре военных действий? Прежде чем выяснить ответ на этот вопрос, давайте вкратце рассмотрим особенности этой машины. Новый танк был разработан для замены 21-тонного легкого танка ТИП-62. Который по сути являлся уменьшенной версией основного боевого танка ТИП-59. К началу серийного производства новых машин в 2016 году ТИП-62 был уже снят с вооружения. А спустя два года в 2018 году новый легкий танк официально поступил на вооружение Народно-освободительной армии Китая. Первые боевые единицы были направлены в сводную бронетанковую бригаду Западного военного округа, в который входит высокогорный пограничный регион Тибета. Новый танк оснащен самым современным оборудованием, таким как система кондиционирования и генерации кислорода в отсеке экипажа, современными инерциальными и спутниковыми навигационными системами, новейшей цифровой интегрированной боевой информационной системой, дающей возможность ведения стецентрической войны и обеспечивающей высокий уровень ситуационной осведомленности. Система управления огнем ZTQ-15 способна в автоматическом режиме определять и захватывать цель. Она включает в себя лазерный дальномер, современный баллистический компьютер, метеорологические датчики, инфракрасный прицел и радар миллиметрового диапазона. Автомат заряжания на 18 снарядов значительно увеличивает скорострельность орудия. Кроме того, внутри корпуса имеется дополнительная боеукладка на 20 снарядов. Конструкция автомата заряжания позволяет увеличить угол возвышения орудия. Также, благодаря гидропневматическим подвескам, ZTQ-15 способен регулировать угол наклона корпуса. Таким образом, легкий танк может поражать цели, расположенные на значительном возвышении. Панорамный прицел командира обеспечивает круговое наблюдение за местностью и точное наведение. Стабилизированное 105-миллиметровое нарезное орудие длиной 58 калибров имеет эффективную дальность стрельбы прямой наводкой 3 километра. Благодаря этой особенности и усовершенствованной системе управления огнем с функцией введения стецентрической войны, ZTQ-15 может атаковать цель, находящуюся вне зоны прямой видимости. Некоторые источники утверждают, что новый китайский легкий танк во время введения огня непрямой наводкой способен поражать цели на расстоянии до 16 километров. И если это утверждение соответствует действительности, то ZTQ-15 может выполнять задачи, которые по силам самоходной артиллерии. При стрельбе бронебойно-подкалиберными оперенными снарядами BTA-2 и 105-миллиметрового орудия танк способен пробить 220-миллиметровую однородную стальную броню под углом 66,42 градуса и 550-миллиметровую однородную стальную броню под углом 90 градусов. И хотя данной пробивной способности не совсем достаточно для того, чтобы поразить в лоб современный основной боевой танк, BTA-2 может быть эффективен против бортовой брони современных танков, а также пробивать лобовую броню танков предыдущих поколений. В дополнение к основному орудию ZTQ-15 может вести огонь управляемыми противотанковыми ракетами GP-2 с дальностью стрельбы до 5 километров. Благодаря тандемной боеголовке эта система способна пробивать гомогенную стальную броню толщиной 650 миллиметров, усиленную динамической защитой. Данная противотанковая ракетная система эффективна также против низколетящих вертолетов. Скорострельность орудия легкого танка составляет от 7 до 9 выстрелов в минуту. На башне ZTQ-15 установлен 5,8-миллиметровый китайский единый пулемет QJT-88 и дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный 35-миллиметровым автоматическим гранатометом QLZ-04 и 12,7-миллиметровым пулеметом QGC-88. Высокие углы возвышения боевого модуля являются практичным преимуществом, необходимым для ведения боевых действий в горах и городской застройке. В стандартной комплектации ZTQ-15 имеет стальную броневую защиту, усиленную дополнительными композитными бронепанелями, защищающими башню и корпус в передней и боковых проекциях. Кроме того, для защиты лобовой части корпуса танк оснащен дополнительными блоками динамической брони. Толщина дополнительной защиты может быть изменена в большую сторону в соответствии с оперативными требованиями. Для повышения защиты на бортах и корме корпуса также может устанавливаться бронеюбка с блоками динамической защиты. Постоянная скорострельность поддерживается системой автоматозаряжения, установленной в кормовом отделении башни, что сокращает экипаж до трех человек. Стрелянные гильзы выбрасываются автоматически через люк, расположенный там же. ZTQ-15 оснащен системой предупреждения о лазерном облучении, обнаруживающем приближение дальнобойных и противотанковых ракет. Системы пожаротушения и способен выполнять задачи в условиях химического, бактериологического и радиационного загрязнения. При обнаружении угрозы легкий танк может автоматически выпустить дымовые гранаты, чтобы не быть подсвеченным лазерной системой наведения противника. На ZTQ-15 установлен 884-сильный дизель тип 8V132 с электронным управлением и двухступенчатым турбокомпрессором. При включении первой ступени турбокомпрессора мощность двигателя возрастает до 1000 л.с. На высоте 4500 метров над уровнем моря плотность воздуха снижается на 65%, что делает одноступенчатый турбокомпрессор неэффективным. Благодаря второй ступени турбокомпрессора мощность двигателя увеличивается до 1200 л.с. и ZTQ может сохранять свою мобильность. С другой стороны, использование второй ступени турбокомпрессора на малых высотах сокращает ресурс двигателя. Таким образом, использовать полную мощность двигателя, когда легкий танк находится в низине, нецелесообразно. Гидропневматические подвески придают ZTQ-15 отличную проходимость. Они также позволяют регулировать высоту машины. Легкий танк оснащен гидромеханической полностью автоматической трансмиссией с высокой эффективностью, передающей мощность двигателя на ведущие звездочки. Военно-транспортный самолет Y-20 может перевозить два ZTQ-15, не оборудованных динамической защитой, на расстояние до 7800 км. Несмотря на то, что многие источники определяют ZTQ-15 как десантируемую машину, из-за большого веса это возможно только методом низковысотного вытяжного парашютного десантирования. Операторами ZTQ-15 сегодня являются Бангладеш и Китай. Экипаж ZTQ-15 состоит из трех человек, командира, водителя и наводчика. Длина машины составляет 9,2 метра, ширина 3,3 метра, высота 2,5 метра. Стандартная боевая масса машины 33 тонны. С дополнительным бронепакетом эта масса может быть увеличена до 36 тонн. Максимальная скорость по шоссе 70 км в час. Запас хода 470 км. При использовании дополнительных топливных баков запас хода легкого танка ZTQ-15 может достигать 800 км. Экспортная версия ZTQ-15 получила обозначение VT-5. В отличие от ZTQ-15 у этой машины люк механика-водителя расположен не слева, а в центре передней части корпуса. Кроме того, верхняя часть передка экспортного варианта заметно изогнута, в то время как у внутренней версии она прямая. Вариант VT-5BD, построенный для армии Бангладеш, имеет улучшенное 105-мм основное орудие с эжектором для продува ствола и удаления пороховых газов. Вместо боевого модуля с дистанционным управлением, этот вариант дополнительно оснащен крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм, системой активной защиты GL-5 и новым дизельным двигателем 150-й серии. Имеется также беспилотная версия легкого танка VT-5U. На базе танка также разработана бронированная ремонтно-эвакуационная машина и боевая машина пехоты VN-17. Давайте теперь попробуем разобраться, является ли ZTQ-15 продолжением устаревшей и уже неэффективной доктрины, или все-таки это инновационный подход? Думаю, ответ здесь очевиден. Это не что иное, как обычный легкий танк, хоть и новый и оборудованный более современными системами. Однако, несмотря на то, что в сегодняшней войне балом правят беспилотники, одними ими выиграть войну невозможно. Да, сокрушительное превосходство в воздухе, будь то авиация с ее высокоточными современными боеприпасами, или зоркие беспилотные системы, может изменить многое, но не все. Окончательную точку в любой войне все равно решают сухопутные войска, представителем которых и является новый китайский легкий танк. Беспилотные боевые системы и дроны-камикадзе – ничто иное, как новый инструмент воздушной мощи. Однажды они принесли победу Азербайджану над Арменией, и теперь массово и эффективно применяются на территории Украины. Но, в конце концов, и против этих систем, несомненно, появится эффективное средство противодействия, которое сведет на нет все преимущества от их применения. Несмотря на то, что беспилотные боевые системы и дроны-камикадзе изменили многое, фундаментально трансформировать современное поле боя и сделать полностью бессмысленной обычную систему вооружения они не смогли. Китайский ЗТК-15 был разработан для действий на плато в горных районах, джунглях и богатых водоемами регионах. Многие из этих районов до сих пор имеют неразвитую инфраструктуру и непригодны для применения тяжелых основных боевых танков. Поэтому Китаю позарез нужен эффективный легкий танк. Приоритетными регионами для его использования являются границы с Индией и Тайвань. В высокогорных районах на индийской границе воздух становится разреженным, и вышеупомянутый двухступенчатый турбокомпрессор ЗТК-15 дает машине существенное преимущество. Кислородные генераторы также обеспечат бесперебойную работу экипажа, а малый вес и давление на грунт – хорошую проходимость в гористой и болотистой местности с большим количеством небезопасных слабых мостов и обрывистых дорог. Ни Китай, ни Индия никогда не откажутся от своих притязаний в этом регионе. Следует признать, что высокопроизводительный индийский вертолет Прочант в возможном конфликте может стать козырной картой Индии, но выиграть войну в одиночку вертолет не сможет. Наземные войска также будут играть решающую роль, и им будут необходимы огневая мощь, мобильность и защита. Им понадобится легкий танк. Для решения тайваньского вопроса Китаю также будут нужны легкие танки, которые лучше подходят для быстрого развертывания. Имеющиеся на вооружении Китая бронированные боевые машины ЗТД-05 и ЗТЛ-11 имеют менее мощное вооружение, кроме того, их баллистическая защита оставляет желать лучшего. Новый китайский легкий танк ЗТК-15 обладает достаточной огневой мощью и живучестью против танков СМ-11 и М-60, стоящих на вооружении Тайваня. Иногда обновленный старый добрый друг лучше, чем новый дорогой и навороченный. Этот факт проложил путь к возрождению концепции легких танков. За китайским ЗТК-15 последовали турецкий Харимао Каплан МТ, израильский Сабра и американский М-10 Букер. Мир меняется. Спустя продолжительное время военные планировщики возвращаются к старым, добрым и проверенным системам. Вместо того, чтобы придумывать инновационные, но абсурдно дорогие виды вооружений. ЗТК-15 – один из ярких примеров такой трансформации.